всем привет владимир привет давай проверим твой звук и через две минутки когда будем начинать привет привет как слышно все слышно отлично супер давай тогда пару минут ребята подтянутся и ровно в 5 будем стартовать все хорошо договорились так ну что предлагаю стартовать всем еще раз привет на связи у меня зовут соня и сегодня мы проводим очередную сессию на нашем телеграм-канале гостем сегодня будет владимир из crossfinance подробно о протоколе о владимире узнаем прямо сейчас вот я немного дам интро о гайдао для тех кто только подрубился для тех кто пока что с нами возможно не знаком мы образовательная дао крупная комьюнити для энтузиастов в 3 разработчиков для инвесторов трейдеров и вообще всех кто интересуется криптой и хочет узнавать больше и каждую неделю проводим в нашем телеграм-канале ама сессии с крутыми гостями и это лишь малая часть вообще всего что происходит у нас в гайдао у нас очень много лекций мы вместе изучаем экосистемы вместе изучаем депай регулирование какие-то взломы вместе аудируем короче делаем все все чтобы помочь друг другу как-то продвинуться в крипте вот поэтому залетайте на наш youtube канал там очень много полезной инфы и следите в телеграме за нашими активностями за нашими стримами вот вся инфа в закрепе есть а сейчас возвращаемся к владимиру привет еще раз спасибо что пришел к нам очень рады что у нас в гостях новый протокол которым можно сегодня будет узнать расскажи немного сначала о себе какой у тебя бэкграунд как ты пришел в крипту где учился где работал каких проектах успел поучаствовать и кита фолла вопрос если у ребят будут я думаю что буду озвучивать вот и напомню что в чате ждем вопросы для владимира потому что в конце будет им разыгрывать 10 долларов в токенах от кроссфай вот владимир передаю слово тебе да благодарю всем доброе время суток зовут меня владимир родинка для начала хотел бы вот сказать продолжение по гайдау потому что много людей которые находятся в моем близком окружении очень тепло отзываются на ваших курсах о ваших лекциях и поэтому когда выпала такая возможность прийти к вам в гости с удовольствием согласились выступить поэтому еще раз спасибо что вы есть что образовываете людей потому что это очень важно так как на нашем рынке инфо цыган наверное 99 процентов и так далее обучатор открыты поэтому классно когда есть вот такие адекватные образованные комьюнити коротко себе то есть я не могу сказать там что я какой-то грант титан криптовалюты как многие там заявляют что они в одиннадцатом двенадцатом году покупали биткоин по доллару и так далее мы так и смогли стать богатыми я вообще и сам из системы то есть после школы там я учился московском университете мвд должен был быть стать классным следователем так далее но понял что система система это вообще не мое не смог я там долго и соответственно скитался так сказать по вольным хлебам и так далее и наверное как и многие из тех с кем я общаюсь крупное общение на криптовалюту то есть активно активно блокчейн индустрия начал так сказать интересоваться увлекаться это наверное 2017 год когда совершилась первая супер ралли битка да там с 800 до 20 тысяч как раз это было связано с тем что виталик бутерин реализовал смарт-контракты токены они приобрели огромную популярность на рынке стала куча куча альтов и соответственно всевозможные и все начали появляться которые обещали вот такие же крутые заработки а к биткоин и так далее и тому подобное то есть как раз таки там были первые участия в опытах айсел конечно же практически сто процентов они были провальные потому что опыта не было никто не подсказывал не помогал приходилось самому в интернете изучать набирать набираться опыта даже тогда еще не понимали как работать с explorer насмотреть действительно токи какие-то аудиты смарт-контрактов проводить но потихонечку потихонечку начал вливаться начал там условно говоря в московском регионе есть по первым различным этапам обретать знакомства потом был большой опыт я не знаю то есть была очень такая шумиха опять же за счет незнания появилась организация cryptonomics capitals да такая скамовая которая в принципе затащил очень много людей они как раз тоже на хайпе 2017 года были супер там крипто акселератором проекта потом они хотели создать блокчейн да там паспорта и так далее и в итоге я понял что в принципе наверное все таки какой-то талант к этому делу меня есть когда там условно говоря я без особого опыта остановил весь рынок и мы в принципе в два человека сломали это блокчейн государства нашли ошибки вот и к нам сразу обратились фаундеры так потихонечку начали развиваться думать свои идеи благодаря этому проекту я познакомился как раз таки с одним из фаундеров и владельцев crossfinance александром умседиковым на тот момент у него был огромный бэкграунд то есть они он участвовал посредственно и в чайлинке они создавали первую крипто биржу по законам шариатам то индустриального и соответственно вся вот эта вот московская бригада вместе с александром они были одни из первых тех кто как бы хотели немножечко перевернуть рынок айсио и создали первое айсио айсио когда что после айсио как бы главную проблему выявили что не все токены долетают до биржи не все токены листится а те кто листится проваливаются вот как раз таки основная идея ио было то что вы приобретаете токен до сразу на бирже но по сути его просуществовала там очень короткий промежуток времени ну вот потому что там было два-три условно говоря там успешных проекта бит торрент по моему там стрельнул классом там они то ли за 5 то ли за 10 секунд закрыли все и соответственно опять же возникла проблема что не у всех участников есть возможность принимать в этих и и так далее и там подобное в итоге все пересло в видео индексы но опять же процент сканов найдем как был близок до там 100 процентов как и остается то есть опять же все успешные проекты которые стреляют и так далее там подобное это всегда какая-то некая инсайдерская информация и когда ты получаешь эту инсайдерскую информацию ты даже просто ну можешь единственное что да такое прям супер успешное было массовое то что все трубело да это когда на коин листе салон запускали то есть но опять же проблема лаунжпадов то что туда чтобы залететь я не знаю сколько аккаунтов надо чтобы получить локацию и в общем как раз таки в программах рамки айомы познакомились очень близко с александром создалась некий костяк и по сути на нашем опыте участие в различных блокчейн проектах то есть у меня в принципе должность она как была так и есть то есть я занимаюсь аналитикой блокчейнов разрабатывают экономики и предлагаю там проектом какой блокчейн лучше использовать какую математику применить активное участие принимали и в отечественных проектах может быть кто-то помнит что он до сих пор еще есть блокчейн минтер то есть там подчеркнули там мы как раз таки познакомились стендер минт и космосом на котором в принципе базируется блокчейн кроссфайчейн и в принципе который проявляется фундамент кроссфайнанс вот абсолютно во многих проектах участвовали участвовали но как обычно основная проблема была тех проектов которые заходят к нам то что наша основная задача была упаковать но дальше фаундеры думали что рынок крипты работает точно так же как классический да традиционный рынок не понимали какой маркетинг применять в общем все у них сыпалось и вот так вот мы мыкались то есть более там 30 проектов условно говоря вот работы с международным проектом да это как бы такой опыт был классный это было то есть он сейчас есть американский проект он называется айсина то есть там звезды голливуда там волтер афанасиев волтер афанасиев это человек который сделал марайо керри условно говоря который у которого несколько грэмми который написал знаменитый сингл для селиндиона титаника и в общем у них была история то что они воспитывают звезд то есть социальная сеть можно было приходить и на этой социальной сети выкладывать свои музыкальные композиции клипы там были как раз таки вот волтер афанаси там еще по диджейскому направлению по моему пол ван дайк был то есть ну прям известные личности очень было приятно присутствовать в этом выходить с ними на зум общаться и мы разрабатывали для них как раз таки блокчейн систему голосования то есть многие всегда говорили что блокчейн может использоваться как голосование плюс на тот момент было очень много скандалов там условно говоря голос дети алсу там что-то подкрутило шоу талантов и так далее и тому подобное в общем разработали всю эту систему но что-то там с финансированием не пошло и блокчейн история не закрыли но проекты сильно существует до сих пор выпускают они свои звезд и так далее это такой был прям классный опыт также мы делали гибридную криптобиржу металлокриптобиржу то есть условно говоря где ликвидность активов должна была быть подтверждена там фьючерсами на поставку металла то есть опять же там какой-то гибридный блокчейн и так далее там потом в общем пробовали токенизировать все опять же на данный момент несмотря на то что блокчейн называется так далее именно конкретный прям нормальный стопроцентной токенизации ни у кого так и не вышло чтобы кто-то токенизировался потому что понятно есть вопросы с регуляцией вопросы с тем что условно говоря выпускаю любой токен сразу да есть подозрение что это ценная бумага регистрация на бумаг несет большие-большие-большие затраты до плюс еще всех всегда подключается поэтому в принципе во всех наших проектах всегда отказываемся от резидентов сша чтобы всех никаким образом никогда не прилетел да нет уже условно говоря почему как бы основная версия почему-то он дурого завалился потому что да он там принимал инвестиции граждан сша там не зарегистрированы и так далее в общем мы получили большой опыт что с сша мы точно работаем и в очередной как бы раз пришла идея проекта пришла идея проекта основная идея проекта заключалась в том что условно говоря а блин основная боль крипты она как была так и есть то есть вроде условно говоря все классно все здорово все работает но именно реального применения применение как платежное средство не существует то есть нужны обменники нужны биржи нужны какие-то сторонние сервисы не всегда безопасно я сам по первой помню первый свой эфир купил я просто вел там в интернете там обменник мне дали отличный курс я отправил туда деньги три дня саппорт отвечал подождите подождите и последний обменник пропал поэтому все такое все все на личном опыте приобреталось и в общем принципе то есть как родилась идея crossfinance да это именно объединение технологий блокчейн то есть это безопасность прозрачность и условно говоря с банковским сектором чтобы у криптоактивов была такая же ликвидность простота использования вот есть короткая предыстория в принципе моего присутствия в индустрии и того в принципе как зародилась идея проекта crossfinance то есть словно говоря есть децентрализованные финансы есть традиционные финансы которые друг друга постоянно сталкивают лбами что там условно говоря блокчейн энтузиасты кричат что банки зло банки кричат что криптовалюта зло мы решили что мы хотим от отсеять слабые стороны объединить сильные и сделать вот crossfinance да пересекаемый финанс где с одной стороны все безопасно и прозрачно благодаря блокчейну всегда ваши средства только у вас на кошельке никто к ним не имеет доступ но с другой стороны ликвидность простота использования и функциональная возможность криптовалюты как платежного средства повседневно еще обязательно дойдем до того как под капотом кроссфай работает и как вы совмещаете такой функционал но спасибо во первых за то что так обширно рассказал про опыт свой сразу видно что очень много вообще тебе довелось посмотреть увидеть и набраться кого-то вижена своего как ты вообще считаешь по поводу анбординга интересно у тебя узнать вот есть гуманитарные два специалисты и как ты считаешь вообще в чем сложность анбординга этих гуманитарных м2 а специалистов потому что никто точно не знает как сделать в крипте крутой уэкс чтобы всем было удобно никто не знает что такое в 3 маркетинг сейчас только как-то будто бы эта ниша щупается и никто не может выкатить какую-то инструкцию как работать в 3 проектах маркетологу и естественно вот эта вот сторона квит и просто очень много говорят про анбординг user очень мало кто говорит про анбординг специалистов здесь здесь опять же условно говорят я сам у гуманитаре то есть у меня просто появился спрос именно в части обучения специалистов и так далее опять же здесь мне кажется это очень такая глобальная проблема в части того, что есть глобальная политика, которая, в принципе, никак не поддерживает историю развития. Соответственно, опять же, в части вот UX, там, UI и так далее, именно каких-то интерфейсов, как этим пользоваться, как это делать. Соответственно, совсем вот там недавно, в марте, да, тот же самый Виталик Бутерин выпустил очередное обновление ERC 4731, по-моему, ну, в общем, условно говоря, это та самая... Да, 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 ну, соответственно, именно она, да, именно опутал чуть в цифрах, то есть именно та самая абстракция аккаунтов, то самое упрощение работы с кошельками, то есть у нас сейчас есть ребята, с которыми двигаемся, которые, в принципе, уже сделали кошелек, где нету никаких сидфраз, нету никаких закрытых ключей, то есть они есть, но они необязательны, то есть можно коннектиться по Face ID, можно коннектиться по Google Post и так далее и тому подобное упрощение. Соответственно, здесь просто нужно время, я не могу сказать, что есть какие-то там глобальные проблемы, просто нужно время, нужно сначала, чтобы в самом сообществе воспитались эти специалисты, которые не ревностно относятся к своим знаниям, да, какие-то, ну, условно говоря, большинство тех людей, которые действительно обладают знаниями, они неохотно с ними делятся, да, в основном делятся, опять же, те там, условно говоря, плюс-минус псевдоэксперты, которые, в принципе, весь их заработок на том, чтобы, да, там продать какой-то свой очередной курс, то есть нужно принятие общественное, то есть я здесь думаю, здесь так точно кажется, история как с интернетом была, то есть интернет существует, существует очень давно, но такой прям масса adoption, да, когда мы с Web1, условно говоря, эпохи Dotcom, где мы могли просто только просматривать страницы, перешли в Web2 историю, где мы уже смогли хоть как-то взаимодействовать с интернетом, то есть менять его, например, это те же самые отправка писем, например, это взаимодействие с соцсетями, где мы уже хоть как-то можем менять страницы, добавлять информацию и так далее, и вот переход на Web3, он такой долгий, сложный, где уже люди поймут, что, в принципе, интернет – это то место, где можно создавать свой интернет, да, быть полностью в безопасности, не думать, то есть у людей еще очень большие страхи, у всех людей большие страхи, что все-таки вот эти вот государственные политики, что криптовалюта – это зло, это криминал, это наркомания, это отмывание денег, это все нелегально, постоянно твердят, что там разработали какие-то механики, что могут средства изымать и так далее, и тому подобное, то есть здесь, мне кажется, просто именно для массы adoption, для денег нужно немножечко времени, чтобы это прошло, чтобы и специалисты действительно поняли всю перспективу этой технологии, то есть, опять же, у нас большинство людей, даже с которыми я общаюсь, они все крипта, 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 крипта. Меня, допустим, в большей части интересует сам блокчейн, как распределенный реестр, распределенная система доверия и какие возможности она дает и в каких сферах она применяется, то есть очень большой опыт для меня лично дал, есть такая книга, сейчас автор не напомню, блокчейн от А до Я, то есть там очень автор классно все это раскладывает, и плюс Натаниэль Поппер, да, цифровое золото, там история биткоин, то есть вот эти две книги, которые, в принципе, вообще поменяли мое мировоззрение именно о технологии блокчейн, не о крипте, как о каком-то дополнительном заработке, что это там все мыльные пузырь, что это биржевые спекулятивные инструменты, а именно технологии блокчейн, и сейчас как раз-таки наступает такой момент, когда блокчейн действительно начинает применяться в различных сферах деятельности, то есть, например, тот же Газпром использует блокчейн с 2016 года для системы логистики, то есть у них была огромная проблема, условно говоря, у них оборудование выпускается в одной части страны, а поставить его надо и отгрузить на другую часть страны, соответственно, там по два месяца, допустим, по документам занимала логистика, но всегда это было 3-4 месяца, все подрядчики там пинались друг на друга, и все после того, как они просто сделали GPS-метики, которые сигналы отдавало в блокчейн, все писалось, они сразу решили все свои проблемы. В принципе, очень много корпораций используют не частные блокчейны, а публичные блокчейны, именно как, условно говоря, такой некоторый децентрализованный CRM, просто там они не анонимные, каждый узел известен и так далее, но в принципе, именно система того, что у каждого есть свои права и ответственности и каждое действие прозрачным, то есть оно плюс-минус, как бы с одной стороны, может как-то страшно показаться, но именно на корпоратированном уровне блокчейны давным-давно используются. Вот, опять же, сейчас мы говорим о том, что именно есть история частных и публичных блокчейнов, но просто надо понимать суть самой технологии, какие возможности она дает, это, к сожалению, пока даже в наших кругах, да, в крипто-сообществе, там, блокчейн-сообществе, многие только думают там о заработках, условно говоря, там, какая монетка стрельнет, а есть ли какой-то инсайдик, а вот какой-то мемкоин вышел, но именно глубоко понимать о том, как работает технология, пока очень мало об этом информации и в большей степени, да, приходится самому ковыряться или вот каким-то чудом, например, оказаться в гайд-дау, чтобы начинать постигать эти азы. Поэтому здесь, я думаю, глобальный вопрос – это именно просто нужно время на принятие этой технологии, точно так же, как было с интернетом, я не знаю, возможно, там, с телефонами, когда-то с телевизорами, то есть, ну, любая новая технология, да, любое новое всегда пугает. И поэтому здесь просто надо время, чтобы это вошло в массы, чтобы блокчейн был таким же, условно говоря, обычным лением, как интернет. По сути, по сути, да. в проектах и мыслить более крипто-нейтив, отходя от каких-то традиционных стандартов, той же рекламе, маркетинге и, не знаю, где-нибудь еще. Я, наверное, тогда воспользуюсь случаем и скажу, что у нас сейчас идет черная пятница, и у нас на сайте 25-процентная скидка на все буткемпы, поэтому, кому интересно, залетайте, смотрите. У нас их всего шесть по разработке, аудиту, аналитике. У нас есть вопрос в чате по поводу ситуации, когда Layer Zero задеплоили свой, ну, токен собственного стандарта, обернутый за стейк на эфир без одобрения от LIDAO на Avalanche, BNB Chain и Scroll. И вот эта вот всю маркетинговую движу как раз-таки подхватилась тогда Binance, раздув из этого, ну, такую новость, как будто бы это решение о деплое уже одобрено, хотя это было неправда. Вот. А как ты думаешь, будет ли противостояние дальнейшее мостов и Layer Zero? И что вообще думаешь, в принципе, про вот эту вот ситуацию? Здесь, опять же, я как бы, условно говоря, так как мы сейчас находимся в партнерстве с Layer Zero, да, потому что вся наша основная децентрализованная история, связанная, да, с нашим децентрализованным приложением и нативной монетой, где она используется, да, мы как раз-таки идем через Layer Zero. Здесь, опять же, это все маркетинговая история, то есть, условно говоря, я не могу сказать, что я прям так вникал, конечно, заслышал, вот, но не было особо такого фокуса внимания. То, что, условно говоря, будет война, борьба и так далее, конечно же, все всегда тянут одеялко на себя, с Binance вообще сложно противостоять, потому что для меня Чэмпэнгжао очень противоречивая личность, вот, то есть, я не знаю, в чьих интересах он работает, но такое ощущение, что он прям, прям конкретно работает на китайское правительство, потому что все его новости, все его истории, у нас, у нас за время нашего опыта такой выработался, так сказать, традиция, да, обычай, что если Сизи говорит о том, что биток сейчас вырастет и крипта пойдет, прям все, можно в обратку, да, покупай на слухах, продавай на новостях. Поэтому, честно, я как бы не могу прям прокомментировать эту историю, кто там, как, чего, потому что в любом случае вся криптовалюта, она уже в политике, то есть, она изначально была в политике. У нас есть твердое мнение, то есть, у меня лично, что Сатоши Накамата – это BlackRock и Citibank, то есть, вот, у такой Сатоши Накамата, да, потому что есть четкое понимание, кто регистрировал все эти криптокомпании, из которых сейчас растут, и что, в принципе, так как доллар сейчас, условно говоря, как резервная валюта, рано или поздно уйдет, и в западном мире как раз-таки новой резервной валютой будет тот самый биткоин. Вот, поэтому здесь обсуждать там именно конкретно это, ну, это просто, то есть, я, условно говоря, не состою там ни в той, ни в другой организации, где-то у истоков, чтобы понимать действительную ситуацию, а то, что пишут, новостной фон всегда создается, либо он создается для того, чтобы наоборот что-то хайпануть, либо что-то уронить. По поводу Layer Zero, опять же, протокол очень классный, мы его используем, опять же, да, вот эти слухи рождаются, все там ждут, там, будет дроп, не будет дроп и так далее. Поэтому, мне кажется, в большей степени сейчас, сейчас это просто создается какой-то шум, какая-то хайпуха, как обычно, вот, поэтому в любом случае про Layer Zero мы еще будем слушать не один день, противостояния, будут появляться еще какие-то конфликтные ситуации, вот, но чтобы какую-то дать конкретную экспертизу, я здесь, ну, не могу точно, потому что все, что пишут, это пишут. Я вот, допустим, могу условно рассказать, как у нас там, да, все устроено и как будет работать, а именно, что здесь, просто, на мой взгляд, это очередные, очередные околополитические, да, околомаркетинговые истории для привлечения, для привлечения, да, лишний раз к себе внимания. То есть, вот так вот. Такое мое мнение по этому поводу. Да, спасибо большое. Я просто пытаюсь еще как-то адаптировать чат под наш разговор. Есть еще один вопрос по поводу Layer Zero от вот слушателя, который уже задавал его. Почему пользователи должны выбрать Layer Zero для кроссчейна, когда есть много альтернатив в виде обычных мостов за меньшие деньги? Не сдаются ли показатели Layer Zero после выхода токена? Здесь именно, то есть, как бы, почему выбрать Layer Zero вместо обычных мостов? Нет, каждый, условно говоря, каждый пользуется тем, чем узлы. Условно говоря, опять же, кому-то удобно пользоваться MetaMask, да, потому что MetaMask это цифрый кошелек, хотя все в одном месте, кто-то MetaMask не понимает и готов пользоваться вообще, понятно, ничем. То есть, и здесь, опять же, я не настаиваю там пользоваться Layer Zero или другими мостами, или там вообще Chainlink, или много-много-много сейчас различных мостов, оракулов и так далее. Здесь просто именно наша позиция к Layer Zero, потому что у нас, условно говоря, она подвязана в экономике, то есть, наверное, чуть позже мы перейдем к этому, когда будем обсуждать наше децентрализованное приложение. У нас здесь это просто будет зависеть только от удобства. То есть, понятно, что есть комса, но есть еще удобство, потому что мы все-таки делаем Mass Adoption продукт, то есть, чтобы человек в одном месте мог использовать все. То есть, словно говоря, из Fiat перейти быстро в нашу монету нативную, из этой нативной монеты выйти бесшовно в любую монету, которая на SushiSwap представлена. То есть, у нас именно интеграция с Layer Zero и с Sushi. То есть, здесь я не могу там, допустим, какому-то пораженному человеку, который, условно говоря, знает все механизмы, да, знает, как пользоваться и где самая низкая комиссия, ну, конечно, будут люди пользоваться именно тем, что дешевле. Опять же, это, условно говоря, я отношу такую категорию, как к себе. То есть, я всегда найду, где мне там сделать подешевле и так далее, и тому подобное, не переплачивать комиссию. Но большинство людей, то есть, для которых создаются продукты MassAdoption, они в своей, по своей степени, больше, ну, немножечко ленивые. То есть, им намного, намного приятнее, удобнее использовать какие-то красивые интерфейсы, чтобы было все в одном месте, им не надо вообще заморачиваться, разбираться. То есть, им вообще не интересно, что там под капотом, но самое главное, что это работает. Вот, поэтому здесь не могу, опять же, да, там, условно говоря, сказать, что вот, пользуйтесь Layer Zero или пользуйтесь там другими кроссчейн-решениями. То есть, от слова совсем нет. Просто мы используем Layer Zero как для того, чтобы выпустить MassAdoption продукты. Потому что у нас все-таки основная идея, да, это двинуть криптоактивы, да, безопасно защищенные, децентрализованные именно в MassAdoption, чтобы была возможность всего использовать как платежное средство. При этом оставляя Non-Custodial хранение. Вот. Да, я думаю, что если без заморочек, с точки зрения просто какого-то конечного пользователя в Layer Zero, ну, даже, наверное, централизация не так пугает, потому что как мост, он работает и основной функционал выполняет. Золото или крипта? Где быть? Есть вопрос из чата, и у меня сразу возникает такой фолл-ап вопрос. Можно ли как-то сделать какой-то симбиоз из этих двух вещей? Не знаю, там, с помощью какого-нибудь опиум-протокола сделать фьючерс на золото и не бегать из стороны в сторону? Ну, в общем, что ты думаешь по поводу симбиоза? Или если симбиоз никакого не предвещается, то золото или крипта? Здесь у меня такие мысли, то есть, опять же, в силу своего опыта, в силу своих знаний, ни в коем случае не претендую на истину, исключительно мои наблюдения. То есть, как я говорил, то, что эпоха нефтедоллара заканчивается именно как резервные валюты. Соответственно, сейчас все эти конфликты, которые есть, которые в замороженном состоянии, они не просто так происходят. Соответственно, у меня есть такое понимание, что 2024-2025 год станет тем самым годом, тем самым временем, да, опять уникальным переменами, то есть, для чего создаются все кризисы, войны и так далее, чтобы что-то изменить. Например, да, там, после Первой мировой войны появились границы между государствами, после Второй мировой войны там появились паспорта, и как раз-таки итогом Второй мировой войны стало, что как раз-таки доллар каким-то образом заменил золото, как резервную валюту, да, единственным, кто смог вернуть золото, это Шар Деголь, но теперь читаешь про Деголя, что это вообще там тиран и так далее и тому подобное. Все остальные тоже попросили вернуть им золото и забереть свои фантики, но этого не произошло. Соответственно, опять же, сейчас, да, условно говоря, и Ближний Восток, и Россия с Украиной, то есть, все это, понятно, политические игрищи, так как, в принципе, американская экономика находится сейчас в рецессии, все, то есть, там уже, ну, невозможно этот доллар качать, дуть, потому что тут хотя бы, условно говоря, мы понимаем, что фиатные средства, они как бы государственные в Америке, да, это вообще занимается частная компания. Вот, поэтому есть такое понимание, что вот-вот прям, вот-вот-вот-вот-вот произойдет разделение мира прям конкретно на две стороны, то есть, как это была Холодная война, то есть, будет Запад, будет Восток, то есть, будут два каких-то неких больших альянса, и вот как раз-таки в части того, что, в принципе, если там копать, копать-копать глубоко в историю, что, в принципе, все золото, которое есть, оно никаким образом США не принадлежит, оно было всего лишь на то, когда то им хранение отдано, вот, что, в принципе, все правообладатели этого золота его заберут, вот, и построят свою экономику именно на золоте, то есть, у них резервная валюта будет золото. Соответственно, у США, так как у них нет золота, так как они, в принципе, на мой взгляд, и являются создателями, в принципе, всей этой блокчейн-индустрии биткоина, повторюсь, да, вот BlackRock Capital, там, не последнюю часть принимала, у них как раз-таки резервная валюта будет биткоин. То есть, здесь такой вопрос, биткоин или золото, для меня это вот как раз-таки, они же и транслируют постоянно цифровое золото, цифровое золото, то есть, для меня лично есть понимание того, что будет две экономики с двумя резервными валютами, то есть, сейчас у нас есть мировая резервная валюта, будут две мировых резервных валюты, с одной стороны это биток, с другой стороны это золото. И как раз-таки вот на этих уже резервных валютах будут строиться все самые CBDC, Central Bank Digital Currency, что, на мой взгляд, очень страшно и опасно, потому что я очень сильно вникал именно в цифровой рубль, как CBDC, и там надо понимать, что это к государству никакого отношения не имеет, это центральный банк, никаких гарантий нету, там есть куча поинтов, по которым они могут, типа форс-мажор, по которым могут меня послушать и так далее, а там все наши любимые поинты, военные действия, пандемия и так далее. То есть как раз-таки сейчас идет эта глобальная подготовка к тому, что появятся эти CBDC-шки, но эти CBDC-шки должны быть, условно говоря, чем-то обеспечены, как это было и раньше. То есть раньше государство могло выпустить сколько угодно денег, но они стоили ровно столько, сколько у них есть золотой запас. Соответственно, вот, говорю, Восток будет на золоте, запад будет на цифровом золоте. Поэтому здесь я думаю, что можно смотреть и на то, и на то. То есть, условно говоря, держать и биткоин, и золото, ну, в любом случае, то есть если у кого-то биткоин есть, даже сейчас, мне кажется, условно говоря, еще есть время там потихонечку в него заходить. Будет ли откат, не знаю, но по всем, по всем признакам, то есть, ну, прям начинает разворачиваться рынок. То есть сейчас и альцезон начнется, и биток прям готовит. То есть, опять же, опять же, кто ETF-ки продвинул, условно говоря, эфировский и биткоиновский, да, ETF сейчас двигает. Вот, вот эти ребята и занимаются биткоином, и будут его двигать, и все эти секи, шмеки, все это одна банда, поэтому здесь выбор сложный, золото или цифровое золото, но мне кажется, на долгосрок, на долгосрок, ну, лучше бы иметь два актива, и тот, и тот. Потому что я думаю, что биток хаи свои еще не видел, то есть, и сто тысяч для него это вообще не проблема. То есть, мы видели, как они умеют это делать, как они умеют это манипулировать рынком, а если вдруг что, какие новости глобальные и так далее, то там сто плюсов, это вообще легко. Естественно, золото тоже, то есть, по сути, да, это же идентичные, идентичные истории, да, как нам говорят, ограниченные, ограниченный доступ, ограниченные миссии, и какая-то ценность, а эту ценность уже придают как раз-таки те люди, да, не люди, скажем так, а власть имущей организации. Вот. Окей. Спасибо большое. Привет, да, меня зовут Адьян. Привет, Лия. Адьян. Адьян, Адьян, прости, пожалуйста, Адьян, да. Да, ничего страшного. Да, спасибо за такой расширенный большой ответ. Можем, наверное, перейти к вопросам про CrossFight. У меня есть несколько вопросов, ряд, точнее, вопросов, которые, на которые было бы интересно мне услышать ответ у тебя. Ну, ты уже, кажется, упоминал, да, про цели и миссию компании, проекта вашего. Вот. А есть ли у вас roadmap? Вот. Такой небольшой вопрос пока что. Да, то есть, условно говоря, такая история, то, что мы официальный сайт, вот, прям запустили 1 ноября недавно, и он постоянно находится в разработке. Как раз следующая итерация, в следующем обдавлении, то есть, я думаю, что это будет, наверное, не позднее 20 ноября, то есть, на нашем сайте CrossFight.org появится страничка About Us, там будет коротенькая история про нас, то есть, с чего начали мы, то есть, по сути, если брать официальную историю, то мы не так давно существуем, то есть, понятно, то, что была большая-большая-большая предыстория, было много разных попыток и так далее, но именно вот прям как бренд CrossFinance мы стартанули до 30 марта, в этот день мы запустили блокчейн, вот, и с этого дня пошла наша история, соответственно, вот как раз-таки сейчас там и внутренние страницы по продуктам готовятся, и вот будет будет родмап, и опять же, на канале, то есть, мы выкладывали свой родмап, то есть, есть у нас канал CrossFightChain, и в принципе, ну, по запросу я могу кому-нибудь отправить этот пост, то есть, родмап, он в принципе есть уже сейчас там до 2025 года, то есть, понятно, там 24-й более подробно расписан 25-й крупными мазками, да, родмап есть в целом. Окей, круто. Ну, если что, можешь, да, в наш чат, допустим, закинуть ссылки, которые ты посчитаешь нужными поделиться. Следующий вопрос у меня касательно вашей бизнес-модели, я видел у вас в документации два токена, один governance, да, другой utility. В чем, точнее, как CrossFight генерирует свой доход и какова сейчас ваша бизнес-модель? Спасибо. Да, здесь, условно говоря, даже это не токены, да, нативные монеты, потому что не смарт-контракты, а обе монетки прописаны в алгоритме блокчейна, то есть, у нас, в принципе, блокчейн, он из двух частей состоит, первая часть Cosmos, вторая часть EVM, то есть, Cosmos это как раз-таки консенсус, генерация новых монет и стейкинг, а EVM-часть это уже все, что связано с, ну, понятно, смарт-контракты, DeFi и так далее, и тому подобное, то есть, мы полностью EVM-совместимы. Вот, экономика устроена таким образом, что вот эта монетка, которая на government, да, она является, условно говоря, некой такой вычислительной мощностью, необходимой для добычи ликвидной монеты, то есть, есть MPX, да, это MinPower, то есть, как бы твоя сила минка, добычи, и XFi, это та самая CrossFi монета, которая используется, будет использоваться как платежное средство в банковском приложении и, соответственно, открывать доступ к XApp, то есть, у XFi будет возможность, то есть, можно будет ее в полу-ликвидности загонять там с эфиром с USDT, соответственно, LP-шку можно будет стейкать для фарминга комиссии в приложении, плюс еще, то есть, по примеру, да, есть у нас сейчас в планах создание такого, условно говоря, децентрализованного стейпл-коина, где XFi можно отдавать в коллаторе и получать XUSD, то есть, XUSD будет обеспечен XFi, ну, то есть, прям по примеру да, у мейкера, вот, потому что мы прекрасно понимаем, что стейпл-коином расплачиваться намного удобнее и интереснее, чем волатильные монеты, вот, то есть, сейчас там это рассматривается, ликвидация и так далее, все, это следующим этапом, вот, соответственно, основная экономика какая, то есть, для доступа, да, для начала работы с блокчейном, то есть, именно основная функция, чтобы у тебя появилось право голоса, как Government's Token, соответственно, для того, чтобы добывать монеты XFi, да, стейкинг рассчитан на 20 лет, то есть, по сути, мы, сколько сейчас, с марта месяца у нас прошло, да, 7-7 месяцев, то есть, отработали, то еще 19 лет будет стейкинг, MPX у нас не волатильный, 2 цента, то есть, его можно, сейчас, на данный момент, есть бот, где можно приобрести его за USDT, BEP, TRC, и, соответственно, за сам XFi, вот, после того, как мы выкатываем EVM-часть, у нас сейчас EVM-часть на тестах находится, вот, то есть, мы запустили Foundation, и в ближайшее время, в ближайшее время, в рамках XFi Foundation, будет открыто, открыто публичное тестирование, то есть, и грантовые программы, то есть, все могут прийти, потестить, условно говоря, если там, контент-мейкеры есть, если есть там, блогеры, разработчики, то есть, 4 грантовых инициативы, для пользователей, для разработчиков, для амбассадоров, и, соответственно, если хотите поддержать сеть, повалидировать ее, тоже есть грантовые программы. Соответственно, после того, как мы отрестируем, и EVM-часть выкатим на Mainnet, то будет смарт-контракт, опять же, с Oracle, где XFi, зацентрализованно, можно будет вкатывать в MPX, цена всегда стандартная, 2 цента, то есть, стабильная, вот, соответственно, опять же, для каких-то централизованных историй, и так далее, и тому подобное, если кто-то хочет там купить, есть бот, можно за USD купить, соответственно, я думаю, P2P-шки будут рождаться, ну, и помимо смарт-контракта, есть еще в планах запустить, наверное, MPX на DEX, но, опять же, экономика построена таким образом, что это вычислительная, то самое MPX, это вычислительная мощность, это токенизированная вычислительная мощность, которая не ломается, не стареет, и так далее, и, в принципе, имеет вторичный рынок, то есть, по сути, если вторичный рынок, для нашей экономики, мы никак не страдаем, потому что только руки поменялись, вот, соответственно, сейчас основная бизнес-модель, основной источник входящего потока, это, конечно же, реализация MPX, вот, соответственно, от реализации MPX, есть у нас диаграммы, как распределяются средства, вот, ну, основные силы сейчас, как раз таки, на наше банковское приложение, то есть банковское приложение у нас собственное, полностью все нативное, то есть, собственный процессинг написан на БСК, вот, соответственно, мы в партнерстве с ВСК групп, ВСК групп, это бразильская организация, которая находится под регуляцией Центрального банка Бразилии, то есть, как раз таки, они на старте нам будут предоставлять именно возможность совершения банковских операций, то есть, сейчас мы уже представляем наше приложение в Бразилии, презентуем виза, первая карта у нас будет работать виза, вот, и это как раз таки будет второй мощнейший поток, да, где пользователи начнут использовать наш продукт, мы понимаем, что есть большой запрос как раз таки от России, так как мы под санкциями находимся, эта карта будет работать везде, с криптовалютой, да, предварительно пока я знаю, что около 2% будет за операцию, но это опять же намного лучше тех решений, которые есть, то есть, если прям брать сейчас в моменте, сейчас основной внутренний денежный поток от реализации MPX идет, по сути, наша экономика построена таким образом, что XFI, да, он генерируется 20 лет, вот, и блок у нас 5 секунд, каждый блок выпускает 5 монет на первом периоде, соответственно, эти 5 монет распределяются между всеми держателями монеты MPX, чем больше монет MPX будет, тем, соответственно, меньше XFI будут получать люди, таким образом, чтобы плюс-минус какую-то доходность, да, держать, XFI должен расти в цене, или падать, да, условно говоря, если там кто-то из MPX, из стейкинга будет выходить, вот, в принципе, у нас рассчитана экономика сейчас таким образом, что, где-то плюс-минус, плюс-минус, мы даем 5% в месяц, то есть, словно говоря, окупаемость MPX годовая 60%, опять, это же зависит от рынка и так далее, и для того, чтобы рынок признал XFI, да, чтобы его курс был не искусственно создан, там, не за счет своей ликвидности, не за счет своего маркет-мейкинга, как раз-таки все сервисы, которые создаются, это и децентрализованное приложение, и централизованное приложение, да, банковское, с возможностью использовать тот же XFI через Метамаск, то есть, вы подключаете Метамаск, у вас XFI блокируется на смарте, вы карты расплачиваете, все, XFI списались, открутили Метамаск, все, у вас ваши средства как были, так и есть, то есть, по сути, мы сделали такую историю, не предоплаченную, а просто прикосновением карты к посттерминалу, вы подписываете блокчейн транзакцию, точно так же, как делаете эти сетфразы, вот, ну, там, немножечко все сложнее, там очень много пылов ликвидности, связанных с фиатными средствами, с реализацией XFI, возврата фиата там поставщикам, но именно для пользователей это бесшовное использование, при этом XFI всегда находится в доступе, то есть, через Метамаск, смарт-контракте, вот, и это самый основной, второй момент, где, как бы, компания, Crossfinance будет извлекать прибыль, плюс, плюс, опять же, XAP, это централизованный сервис, где также будут присутствовать различные комиссии и так далее, помимо того, что мы комиссии будем отдавать стейкерам, которые будут участвовать во всех процессах, также это будет наш дополнительный заработок в виде ликвидной крипты, вот, надеюсь, что смог ответить по... Да, спасибо. У меня есть вопрос, и следующий, наверное, вопрос мы возьмем из чата, потому что там уже накопились вопросы, мой вопрос звучит так, какие у вас, какие у вас есть конкуренты на данный момент, кого вы считаете конкурентами, и, наверное, в чем вы уступаете, а в чем имеете преимущество перед ними? Ну, здесь, если говорить именно о конкурентах, как, условно говоря, как понятие рыночном, понятно, что если у тебя нет конкурентов, значит, ты не в рынке, то есть, ну, опять же, да, есть сейчас много-много различных проектов, которые так иначе используют возможность, точнее, дают возможность использовать крипту как платежное средство, но в основном это предоплаченные, например, истории, в основном это какие-то ограничения по лимитам и так далее, там подобное, и если брать фундаментально, то, что сделали мы, такого нет ни у кого, то есть, ни у кого нет собственного банковского процессинга, ни у кого нет собственной банковской системы, да, то есть, именно все свое под капотом, все используют какие-то сторонние сервисы и так далее, и везде, 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 во всех случаях это кастодиальная история, то есть, мы как раз таки, то есть, понятно, что именно, если человек не очень там вникает и так далее, ему просто нужно использовать криптовалюту, да, много сейчас там, я не знаю, Alchemy Pay, Gnosis Pay, Binance Pay, Crypto.com, там, много, много кто занимается этим вопросом, вот, Multiverse X, да, бывший алгорант, они тоже там сейчас занимаются с картами, но именно то, как мы это делаем, то есть, все это делают и у них есть это решение, мы этим занимаемся три года, вот, у нас уже было первое решение, полтора года назад нас там подвели наши партнеры, которые лишились банковской лицензии и так далее, поэтому пришлось перестраиваться заново, то есть, новые юрлица, опять, все новые проверки и так далее, сейчас мы полностью уверены в своем партнере, вот, именно, как бы, так вот по рынку конкурентов много, те, кто предоставляют плюс-минус такие же услуги, но именно то, как сделали это мы, что у нас полностью нативная разработка, полностью нативное решение и полностью нон-кастодиал возможность использовать криптовалюту как средство платежа, совершение покупок и так далее, то есть, как бы, конкуренты есть, но именно то, как мы сделали, мы считаем себя по праву уникальным и единственным, пока кто на рынке предлагает именно такую технологию. окей, тогда вытекает, наверное, следующий вопрос из этого, из продукта, да, какой у вас порог входа, да, для юзеров, что, что нужно знать и уметь вообще в крипте, чтобы пользоваться вашим продуктом, кто ваши клиенты, кто ваша целевая аудитория, это, может быть, какие-то бизнесы или это проекты отдельные, да, или это может быть любой пользователь, там, который захочет через вас там пользоваться банкингом вашим? Да, здесь, если мы берем именно банковское приложение, то это любой пользователь, то есть, как раз таки, наша основная задача обеспечить весь-весь-весь мир, возможностью использовать банковские приложения. Соответственно, для того, чтобы пользоваться нашим банковским приложением, необходимы минимальные навыки использования, да, каких-то, ну, там, интернета и приложений, ну, и, соответственно, конечно же, необходимо хоть чуточку понимать, как работает MetaMask, потому что, условно говоря, у нас сейчас в основе MetaMask, соответственно, как будет экспансия X5 в другие кошельки, да, например, там, Trust, может быть, может быть еще что-то, плюс есть еще ребята, которые свои кошельки разрабатывают, вот, соответственно, чтобы было, чтобы было подключение в Web3, соответственно, может быть, мы напишем свой кошелек, да, условно говоря, как расширение, допустим, и как приложение, вот, пока у нас просто наш активный кошелек, это Web3 история, да, консоль, она именно для работы с блокчейном, а именно подключение к Web3 приложениям, так как мы его им совестимы, то есть на старте, по-любому, ну, знания MetaMask, они, ну, необходимы будут, чтобы использовать, соответственно, со временем будем, возможно, подключать другие приложения. Вход, то есть, условно говоря, я сейчас, тарифная линейка, она еще обсуждается, но, условно говоря, там, у нас есть система приобретения доступов, доступ приобретается один раз на все время, там, по сути, три там тарифных линейки, но, по-моему, минимальная тарифная линейка, ну, месячный лимит по совершениям операций, вот, но это, это покупается один раз и на всю жизнь. Могу ошибаться, может быть, будут суммы меньше, лимиты больше, но это та информация, которую я слышал последний раз, вот. Так что, в принципе, доступ от 100 долларов и минимальные знания работы с децентрализованным кошельком MetaMask, и все, пользоваться могут все. Супер, супер круто. Давай, наверное, возьмем какой-нибудь вопрос из чата, допустим, вот этот. Вопрос звучит так, будут ли коллаборации с другими мостами Orbiter Finance, например, или Rina, или XY Finance? В общем, наверное, можно в целом обобщить вопрос, будут ли какие-то другие коллаборации у вас? Да, абсолютно точно, то есть, мы вообще расширены, то есть, максимально, мы готовы со всеми дружить, мы готовы со всеми дружим. То есть, сейчас на старте у нас есть первые три коллаба, которые, ну, необходимы нам для режаться собственного продукта. Да, это Gelata, это Sushi, это Layer Zero. Соответственно, у нас, опять же, есть свой нативный бридж, да, так как мы все-таки находимся в экосистеме Cosmos SDK и используем Ethermint и Fmos, то есть, у нас есть еще и нативный бридж, то есть, нативный бридж будет три. Но, опять же, мы для этого сейчас и запускаем программу Foundation, то есть, именно паблик EVM TestNet и, соответственно, там начнем уже более глобальную программу, чтобы, условно говоря, с многими мы даже общались, они говорят, откажите, ну, мы хотим, условно говоря, потестить, вас код посмотреть и так далее. Тогда EVM еще был на зачатке. Соответственно, как запускаем паблики и так далее, мы очень заинтересованы в любых разработчиках, то есть, вдруг есть у кого-то свой готовый проект или какая-то готовая идея, то есть, у нас прям все EVM, то есть, если есть какой-то EVM-ский продукт, готовый интегрировать, у нас грантовые программы есть, все есть, поэтому мы для этого вот в сентябре месяце ездили на Token 2049, может быть, кто-то слышал, в Сингапуре, соответственно, там отжавелись очень большим-большим-большим списком контактов, потому что у нас там уже присутствовал наш пост-терминал и мы показывали, как забиваешь сумму в XFY, карточку проводишь, блокчейн-транзакция проходит, XFY списывается, всех действительно удивило, что это происходит за секунду, то есть, операция банковская проходит за секунду, а пока печатается чек, как раз проходит 5 секунд и в блокчейне тоже операция проходит. Вот, поэтому мы открыты, то есть, у нас порядка сейчас там 30 чатиков на интеграции, но все, условно говоря, ждут именно, когда же начнется публичный тест EWM. Соответственно, после этого, я думаю, мы открыты и есть у нас люди, которые занимаются, то есть, как раз таки, у нас есть лид по децентрализованным финансам, вот, у них большая-большая экспертиза, они с уж работали и с другими децентрализованными протоколами, поэтому как раз таки они занимаются этим вопросом, но в первую очередь мы именно тащим то, что нам сейчас надо для реализации нашего децентрализованного приложения, поэтому в дальнейшем, конечно, чем больше партнеров, чем больше экосистемы, чем больше узнаваемость, тем больше TVL и так далее и тому подобное, да, в любом случае наши двери открыты для любого сотрудничества. «Круто». Круто. Да, интересно, интересно, здесь вопрос есть по поводу касательно эмитентов, да, карты, которые будете выпускать в будущем, какие, может быть, ограничения есть, кому она будет доступна и в каких страхах законодательно это разрешено. вот, наверное, такой обобщенный вопрос будет. Да, здесь надо понимать, что будет несколько абсолютно точно, то есть, допустим, первое, с кем мы работаем, да, это виза, понятно, что у визы есть свои ограничения там по странам и так далее, вот, соответственно, например, следующим этапом и так далее, чтобы, условно говоря, у граждан РФ появились карточки, мы интегрируем всегда с платежной системой мир, то есть, есть выход на мир, то есть, опять же, будем развиваться и так далее, понятно, что на старте будут какие-то ограничения, например, я, наверное, практически на 100% уверен, что если я буду KYC проходить по русскому паспорту, визу мне не дадут, вот, соответственно, будем ждать мир и так далее, то есть, соответственно, будет несколько, несколько, несколько различных вариаций, может быть, какие-то вариации найдутся, кто и визу для России сможет сделать, но здесь, например, если прям более подробно об этом говорить, наш директор, да, именно по банкингу, Федор Богородский, можете почитать информацию в интернете про него, один из тех людей, кто делал Эль Петру, да, там первую государственную криптовалюту, то есть, у него колоссальный опыт во всех этих историях, вот, он занимается, постоянно ездит, то есть, вот, буквально, недавно они презентовали наше приложение, как играл в Бразилии, сейчас он находился в Вьетнаме, общался там с блокчейн-альянсом, в Турции есть поставщики, вот, соответственно, пока, то есть, основное, что, вот, как бы глобально я могу сказать, что мы находимся в зоне БРИКС, да, то есть, Бразилия, Россия, Индия, Китай, вот, то есть, здесь, в принципе, для тех, кто в БРИКСе находится, никаких препятствий у нас не будет, соответственно, понятно, мы много раз говорили, что граждан, резидентов США, мы вообще с ними никак, то есть, соответственно, там дальше, наверное, Канады и так далее, то есть, словно говоря, Северная Америка, нам не интересное слово совсем, а вот Южная, да, классно, здорово, поэтому здесь, ну, более подробные условия будут выходить по мере, по мере, по мере, но в любом случае мы заинтересованы, то есть, в экспансии, условно говоря, СНГ, Азия, Африка и Южная Америка, то есть, вот такие вот наши перспективы на развитие, ну, и, может быть, как-то где-то там Европу зацепить. Окей, окей, понятно, ну, спасибо за развернутый ответ, я думаю, у тех, кто вопросы эти задал в чате по этому поводу больше не будет вопросов. Наверное, следующий вопрос касательно у меня будет эволюции денег, да, истории и денежных, ну, в целом, криптовалют, а готовы ли люди к следующему этапу денежной эволюции, может быть, она происходит прямо сейчас, какой этап на следующий ждет, допустим, вот, там, Сбер, да, недавно вроде инициировал с помощью спонт-контракта там транзакцию в разные банки, там, в Гонконге много новостей сейчас я слышал, Солана там с Визой тоже запартнерились, PayPal выпустили свой стейбл, это все еще маленькие шаги, на пути, да, к этой эволюции, или это все-таки прям очень значимо сейчас? На мой взгляд, то есть, если прям брать вообще историю денег, да, то есть, как одним словом можно охарактеризовать все-таки деньги? Ну, в первую очередь, это эквивалент, то есть, эквивалент чему-то, но если брать прям, условно говоря, так, может быть, более философски, то, по сути, деньги – это информация, то есть, ну, один доллар – это информация, вот, ты получил информацию, что это один доллар, соответственно, благодаря этой информации ты можешь обменять этот один доллар на какое-то количество товара. Соответственно, изначально там, понятно, это были там камушки, ракушки, крыси, куры и так далее, как видео есть, интересно, где там римлян пытается купить крысиные шкуры за золото, а ему не дают покупать, да, он говорит, что это деньги будущего. Соответственно, все это развивалось, развивалось, и пришло просто к тому, что, условно говоря, этот эквивалент, да, захватили определенные группы лиц и, по сути, все мы стали некими рабами этих денег. Да, есть очень классная притча на эту тему, то есть, ее в интернете в свободном доступе можно найти, Владимир Мергей написал, называется «Демонкрати», то есть, притч про демонкрати, там вот классно описывают, в принципе, институт денег, что это такое, что же такое монетки. И так как, если рассматривать деньги как информация, как эквивалент всему, то, в принципе, как раз-таки с этой историей и ворвался биткоин и вообще все криптовалюты, что в первую очередь это суперзащищенная информация, да, прозрачная и так далее, и что, в принципе, почему вообще криптовалюции стали криптовалюциями, да, когда впервые, впервые New Liberty Standard, да, оценил этот биткоин, да, оценивали они его очень просто, сколько, сколько электроэнергии необходимо потратить на майнинг одного битка, столько вот этой информации, да, этот, зашифрованный, да, криптошифрованием, да, там, асинхронным и так далее, и какие-то цифрыки, что они, вот эта информация, которая несет в себе что-то, да, по сути, по сути бесполезная информация, но она защищенная, да, она приобрела ценность, вот, и здесь, вот, как ты говоришь, то, что сейчас начинают большая-большая-большая, то есть, опять же, там, китайцы впереди планеты всей, да, у них там давно уже этот цифровой юань тестируется, практикуется и так далее, вот, здесь, условно говоря, для меня есть такая тонкая грань между именно той криптовалютой, тем блокчейном и той эволюции денег, который, как бы, мы хотим и двигаем, между тем, что действительно всех посадят нас на CBDC, и, по сути, это не какая-то свобода, это не какое-то, условно говоря, блокчейн-пространство, а именно еще, еще больший надзор, еще больше контроль и тому подобное и так далее. Соответственно, поэтому, я думаю, многие проекты пытаются и многие банкинги понимают это, то есть, опять же, если брать прям CBDC, я, опять же, там ссылаюсь на цифровую рубль, потому что это полная централизованная, ужасная, вообще страшная вещь, то есть, можно 340 закон почитать, там черным по белому написано, что вы, в принципе, бесправны и ничего не имеете, а вот центральный банк не за вас может все решить. Но в многих странах, многих странах именно развивается система именно работы с блокчейном. Поэтому, я думаю, что в любом случае, то есть, мы уже все в цифре, наличные деньги, то есть, наличные деньги для государства и так далее, это страшная вещь, потому что она неконтролируемая. Также, по сути, для меня, условно говоря, наличные деньги под подушкой, это то же самое, что криптовалюта у меня на кошельке. То есть, я сравниваю это, потому что то, что является, то есть, по сути, наличные деньги, они тоже децентрализованы. Никто, ну там, если, у тебя не могут их просто взять и в любой момент списать и так далее. Вот, поэтому для меня даже, как бы, криптовалюта это новая форма налички. Но в любом случае, все идет к этому, цифровизация и так далее. Опять же, смотрите, как они грамотно все делают. Заплатить через SBP и получить дополнительный кэшбэк. То есть, именно точно так же будут на цифру рубль заводить. Создай кошелек, расплати с цифровым рублем и получи 10% в кэшбэк. То есть, опять же, здесь может сыграть очень большую роль невежество людей, да, большую роль лень людей и вот это вот постоянно везде какая-то халява. Вот, поэтому в любом случае, институт денег изменится конкретно, полностью. Вот, как я и говорил, самое главное, что вступит в силу, это что, скорее всего, все-таки у нас будет новая резервная валюта, либо золото, либо биткоин, либо это будет золото и биткоин, и, соответственно, на них будут строиться абсолютно новые денежные системы. И все это, конечно же, уходит в интернет, в цифру и в блокчейн. Поэтому здесь, те, кто сейчас находится в блокчейн-индустрии, кто ее изучает, я думаю, это такие люди, у которых есть самый большой шанс избежать больших проблем в будущем. То есть, предупрежден, значит, вооружен. Большая часть населения, как обычно, ничего не понимая, следуя новостям и так далее, может попасть в очень непростую ситуацию. То есть, здесь даже не то, что готовы ли люди. Людей обычно никто никогда не спрашивает. Готовы они, не готовы, то есть, им все преподносят. Есть такой институт управления массами. Проблема, реакция, решение. Создаешь проблему, смотришь на реакцию, предлагаешь решение. Ну, соответственно, сейчас создадут огромную проблему доллара, посмотрят на реакцию, да, где-то около криптовалюты что-то витает. И под этим соусом предложат решение. Но это решение не будет соответствовать, условно говоря, тем идеалам, тем мыслям и тем вдохновениям, которыми, условно говоря, мы руководствуемся, когда создаем проекты, когда изучаем блокчейн. Вот, соответственно, опять же, был такой экономист Фридрик Фон Хейт, голландский, который сказал, что если государство даст частным компаниям создавать частные деньги, они придумают намного более эффективные инструменты. И вот как раз таки блокчейн со своей токенизацией и очень много таких проектов существует, то есть, ну, яркий пример, для меня эфир, это прям яркий пример, где частная компания создала, ну, просто суперкрутой инструмент, да, который намного лучше обычных денег, сколько у него различных функций и так далее, и тому подобное. Вот биток это прям тяжеловес, который кроме как спекулятивной какой-то истории, ну, не имеет под собой вообще ничего. А вот эфир это уже был чейн-технология. Поэтому, если, как бы, коротко говорить о том, готовы или не готовы, тут готовности никто не спрашивает, но по всем тем новостям, по всему тому, что происходит в мире, это вот прям произойдет вот-вот. То есть, надо быть готовым, что экономическая парадигма, рынки и вообще, в принципе, вся, 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 вся вот эта мировая экономика, да, макроэкономика, она в ближайшее время будет, конечно же, меняться и все это будет смотреть в сторону цифровизации. Здесь надо быть аккуратным, какие инструменты выбирать. Вот, поэтому будет, да, даже повторюсь, то, что самое страшное, что вот лично для меня я ожидаю, что опять под соусом того, что у всех на слуху блокчейна, у всех на слуху криптовалюта, у всех затянут немножечко в другую, прям мега суперцентрализованную историю под названием CBDC. Окей, вопрос из чата, тоже он, как бы, следует твоей мысли дальше. Означает ли это, что фиат станет более ценным на фоне, там, как ты говоришь, загоны людей, там, попытки загона людей в CBDC, на каком это валюта? Здесь, то есть, как бы, CBDC, это как бы фиат плюс, усовершенствованный фиат, да, по сути, что такое фиат? Это же, ну, тоже государственные деньги. Здесь именно у фиата же есть разная форма, то есть, если мы рассматриваем наличку, для меня наличка, она уже ценная. То есть, словно говоря, ты когда с банкомата деньги снимаешь, с тебя уже какой-то процент хотят снять. То есть, как минимум, наличка уже дороже получается, чем вот эти цифры в банковском приложении и так далее. То есть, если мы говорим именно о наличных деньгах, они уже намного ценны, ценнее и так далее. То есть, я в малом бизнесе работал там около 9 лет, связанно со строительством. Я помню, что надо было постоянно обналичить денег, обналичка стоила дорого, потому что за наличку не надо платить налоги и так далее и тому подобное. Соответственно, да, в любом случае наличка, она уже намного ценнее, чем вот это вот, лично для меня, чем вот эта вот история на карточке, который, тут банкомат сломался, тут, условно говоря, тебе транзакцию запретили, отменили и так далее и тому подобное. Поэтому, здесь именно, какая форма фиата? То есть, фиат это именно, то, что вот они печатают бесконтрольно, да, типа, чем обеспечен фиат? Да никто не знает, чем обеспечен фиат, ничем. То есть, откуда вот эти вот инфляции и так далее. То есть, по сути, раньше было прекрасное понимание, что я могу, условно говоря, напечатать фиат, а просто деньги, ровно столько, сколько у меня есть золота. Напечатал, у меня вот золото есть на доллар, я напечатал 100 монет, соответственно, цент стоит. Напечатал одну монету доллар. Сейчас же вот эта вот рыночная история, где рынки, где, условно говоря, что-то подорожало, что-то подешевело, и, соответственно, на одной стороне рисов должно стоять производство, а на другой стороне как раз денежная масса. Соответственно, производство не растет, то есть, не появляются новые предприятия, не появляется валовый продукт, а денежная масса только растет, 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 растет. Соответственно, вся эта вот как раз-таки фиатная история придет к тому, что, ну, денежная масса что-нибудь настолько большой, что она просто не нужна. То есть, какая-нибудь там девальвация, да, когда нолики режут. То есть мы это проходили, то есть это было на моей памяти, когда у нас было там 100 рублей, 1000 рублей, а потом это стало одним рублем и так далее. Доллар предрекает это уже давным-давно, но именно в части то, что фиатные средства станут в ней, и именно если это будет наличка или даже банковская карта, это будет намного мудрее и намного безопаснее, чем использовать CBDC. Да, в целом да, в целом согласен со всеми твоими тейками. Тут вопрос про цифровой рубль, знаешь ли что-то про это в целом, и если знаешь, поделись, пожалуйста. Да, то есть я сейчас не вспомню так на вскидку закон, по-моему, 30-й. Там есть две главы, которые вот, условно говоря, маленький ребенок прочитает и поймет, что цифровой рубль – это абсолютное зло, это абсолютное рабство, это абсолютный контроль, это просто ужас. Это действительно страшно. Страшно, во что хотят нас загнать. Я, условно говоря, сейчас освежу в памяти, скину законы и скину две главы, которые можно прочитать, и там прям в законе написано, что же такое цифровой рубль. Когда прочитаешь, ну, я хоть и почти лысый, но даже вот мои маленькие волосики на голове шевелятся. Это страшно. Цифровой рубль – это очень страшно. Если когда-то вам предложат создать кошелек центрального банка и цифровой рубль, просто скажите спасибо, не надо, держите наличку, держите крипту, держите банковские карты, ни в коем случае не лезьте в цифровой рубль. Это вот прям абсолютно точно. Окей. И здесь следующий вопрос тоже касается FIAT, CBDC, этой темы. Тут Иван пишет, что, но ведь у CBDC могут быть тоже плюсы. Да, это касается прозрачности, борьбы с коррупцией, да. Так, ну, да. И разве всегда государство – это истинное зло? Такие философские вопросы. Да, то есть в слове государство есть одно простейшее корень – это государь, то есть государьки, да. Хотя мы вроде живем при демократии, да, где власть народа, а у нас есть избранные, да, кто эту власть должен осуществлять. Но, опять же, если мы идем в Грецию, то это никакая не власть народа, а демос, да, демос – это граждане исключительно выбранные и так далее. И, соответственно, вот они сидят. Не скажу, что это прям истинное зло, то есть есть модели, где, в принципе, все работает, но по большей части в части CBDC о какой прозрачности может идти речь, если это вообще, это даже не государственная история. Это история Центрального банка. Центральный банк – это частная компания. Это не государственный банк Советского Союза. Он никакого отношения не имеет, да, условно говоря, вообще к Российской Федерации, Центральный наш банк. Вот, потому что они постоянно там с минцифрой, да, там рублятся и так далее. Это такие частные организации, которые преследуют свои интересы. И если бы мы говорили, что это была какая-то именно блокчейн и так далее и тому подобное, то да, конечно, классно. Но цифровой рубль – это полная противоположность блокчейну, прозрачности и так далее. Я говорю, просто надо почитать законы, посмотреть, какие условия там есть, при каких условиях вам могут просто отказать в доступе, ваши средства могут пропасть. И при этом Центральный банк не несет никакой ответственности за это. Форс-мажором бывает. И вы, по сути, поймете, что в любой момент у вас просто могут списаться деньги, плюс там еще цифровой аватар создается, который за вас может совершить действие. Если вы пойдете в суд, вы не докажете, что вы этого не совершали, а совершил ваш цифровой аватар. Потому что вы оставите свой пальчик, свой глазик и так далее и тому подобное. Это прям надо просто закон почитать, и все станет понятно, что же такое цифровое. Я не говорю про CBDC в общем, я именно говорю про цифровой рубль сейчас, потому что я этот закон изучил, посмотрел. Обязательно вам скину ссылку в чат и дам ключевые поинты, какие главы посмотреть и что там написано. Окей, окей, спасибо. Будем ждать ссылок. Давай, наверное, вернемся в русло технологий и поговорим про совместимость блокчейнов, про кросс-чейн-технологии. Это, несомненно, важный шаг вообще в эволюции криптовалют. И, наверное, мне хотелось бы узнать, какие проблемы ты видишь в совместимости современных блокчейнов. И, может быть, ты знаешь технологии, которые сейчас разрабатываются новые, или можешь выделить нынешние технологии, которые могут улучшить это, типа вот чейн-линка, допустим, их протокол. Да, здесь, условно говоря, по сути все идет к тому, что мы близки, точнее не близки, а основная такая, условно говоря, у меня мечта, у многих энтузиастов, это создать интернет блокчейнов. То есть как изначально был интернет, то есть это были разрозненные маленькие локальные сети, которые потом благодаря TCP, IP, условно говоря, объединились в интернет протокол, да, и локальные сети стали, у них появилась возможность объединяться между собой. Вот, по сути сейчас каждый блокчейн, да, это одноранговая сеть, замкнутая, и для обмена между сетями, да, все-таки централизованные решения принимаются. Ну, есть, условно говоря, и децентрализованные протоколы, но все равно децентрализованные протоколы ломаются, каждый день мы слышим об этом. И вот, на самом деле, первый, кто предложил концепцию, которая мне очень понравилась, это Джок Вон, это создатель как раз-таки Тандерминта, и в последующем, да, экосистемы космос, первый блокчейн, да, у них космос называется, и, соответственно, вся экосистема. Вот как раз-таки, помимо того, что, в принципе, он первый, кто придумал Proof of Stake, то есть зародил идею Proof of Stake как таковой, он еще и задался как раз-таки тем моментом, чтобы все блокчейны, условно говоря, могли обмениваться между собой информацией, да, даже пусть они будут одноранговые и так далее. Поэтому, в принципе, мы выбрали архитектуру нашего блокчейна именно на Tendermint, то есть, по сути, есть, да, у любого блокчейна есть там три основных уровня – консенсусный, сетевой и уровень приложения. Вот как раз-таки консенсусный и сетевой – это самый сложный уровень, который больше всего тратит разработку, и, по сути, чем блокчейны друг друга отличаются. И вот как раз-таки в них и кроется вся эта история, как вообще могут между собой моды взаимодействовать, и как они вообще могут ли они или не могут взаимодействовать с другими блокчейнами. А уровень приложения уже как раз-таки кастомизация. Вот, и сейчас там, да, в экосистеме космоса, там более 200 проектов, да, тот же BNB на космосе, Cosmos SDK на Tendermint, там Okix выпустило, много-много-много. То есть, именно внутри экосистемы Tendermint, блокчейнов, которые использованы с Cosmos SDK, там все решено, там абсолютно есть эта история с интернетом в блокчейн, да, IOB. Ну, и почему, допустим, мы только недавно вернулись к истории там с Tendermint, потому что раньше не было смарт-контрактов, раньше не было. Сейчас же, да, разработчики выпустили два протокола, Ethermint и EFMOS, которые сделали полностью Tendermintские блокчейны EVM совместимыми. И, по сути, то есть, сейчас все равно все решения, то есть, нет какого-то прям супер-решения, которое решит все проблемы. То есть, условно говоря, и с Chainlink, он как был, так и есть, и он всегда становится в приоритете. И сейчас я лично для себя выделяю, то есть, простейшее решение, которое нам лично подходит, нравится, да, это Layer Zero. То есть, это реально пушка, это быстро, это просто, вот. Соответственно, что касается, допустим, нашего нативного бриджа, это, опять же, история с тем, что у нас вместо оракулов выступают наши валидаторы. То есть, те, кто валидирует сеть, они в то же время должны являться еще оракулами. То есть, в любом случае, пока эта история находится, я бы не сказал, что в зачаточном каком-то уровне, но она находится в уровне того, что любой мост – это целая инфраструктурная история. Это система смартов, это система оракулов, это система дополнительных историй. И, в принципе, я думаю, да, сейчас опять, вот, мы вспомнили, то есть, я там в 17-18 году впервые слышал про Zero Knowledge, да, и когда я там про каких-то снарков слушал и так далее, и самое главное, что информация открыта только для отправителя и для получателя, но при этом все могут быть убеждены, то, что она достоверна, да, то есть, это какой-то такой блокчейн вроде, но не блокчейн, и я вот думаю, что как раз-таки Zero Knowledge, вот эта история, они смогут продвинуться еще дальше, еще больше, еще глубже в создании вот этих вот местчейновых историй. То есть, поэтому сейчас, в принципе, шумит везде на ZK, вот, мы думаем, что вот следующим этапом это как раз-таки будут связанные мосты, именно которые будут уже, условно говоря, да, там, ни на каком-то доказательстве, ни на proof of stake, ни на proof of, ни на каких-то proofах и так далее, то, а именно на Zero Knowledge. То есть, я вот думаю, что вот как раз-таки здесь надо смотреть в этом направлении, более глубоко изучать именно нулевое доказательство, и думаю, что они как раз-таки двинут историю мостов в каком-то новом направлении. А пока, ну, как оно есть, очень много различных решений, различные механизмы используются. Вот, мы для себя пока выбрали, что нам очень просто и удобно, опять же повторюсь, работать с L0, да, с Layer Zero. Вот, с Chainlink мы тоже ведем общение, но Chainlink очень, очень такие прям маститые ребята, с ними сложно пока общаться, потому что, как бы, ну, у них уже, понятно, есть огромная репутация и так далее, там подобное, просто мы вообще, в принципе, с ними вышли на коннект, потому что были общезнакомы, но даже благодаря общим знакомым общение пока не идет. Поэтому в любом случае, в любом случае, это пока остается все в том виде, в котором есть, ну, да, но я думаю, что именно каким-то толчком в продвижении этого будет это нулевое доказательство. Про Zero Knowledge, я вот почему-то у меня есть такие мысли, что они что-то в итоге сделают такое прям супер-мега уникальное, что даст возможность обмениваться полностью безопасно и без боязни, что там какой-то протокол сломается и так далее, потому что там, в принципе, нет у третьих лиц доступа к этому протоколу, то есть там есть А, есть точка А и есть точка Б, все. Соответственно, здесь же у нас есть точка А, там смарт-контрактор А, колл точка Б, точка С и так далее, там подобное. Чем больше таких точек возникает, тем, соответственно, более уязвимая система. Вот. Как-то так. Поэтому я думаю, что именно толчком, продвижением в этой всей истории створит Zero Knowledge, а то, что в части, условно говоря, у Cosmos Standard Mint, да, там, по сути, уже все классно работает, но единственная проблема в том, что, несмотря на то, что много блокчейнов, это все равно только те блокчейны, которые находятся на Cosmos SDK. То есть любой другой EVM-блокчейн, там, не знаю, там не EVM, вообще все что угодно, там, там, тот же биток и так далее, опять же, мы приходим к системе, к системе, например, как имя, варпидов, создание каких-то субтокенов, выпуск токенов, блокировка токена в одной сети, выпуск токена в другой сети. То есть, конечно, от этого бы хотелось как-то уйти, но пока, на мой взгляд, это просто нереально. То есть в любом случае, любой бридж, это блокируя, да, свап, это блокировка в одной сети, выпуск в другой сети. То есть, ну, по-другому никак, все равно у каждого токена, у каждой монеты есть своя нативная история, свой нативный блокчейн, где он создавался, где он прописывался и просто перенос в другую сеть, это его дупликация. Вот, соответственно, представить, на мой взгляд, пока представить, как сделать так, чтобы в одном блокчейне он пропадал, да, полностью и в другом там выпускался, но, опять же, там, можно, да, это сжигать и так далее, но, опять, куча-куча каких-то дополнительных сервисов должна учитывать, что именно вот этот Джокси вот здесь появился. В общем, пока это сложно представить, а тем более, если мы говорим о ликвидных инструментах, так как ликвидность инструмента подтверждена именно сетью, да, там, децентрализованными биржами, отцентрализованными биржами, и то есть, если тут он сжегся, то как, ну, в общем, пока для меня все это сложно представить, чтобы это было очень просто. Пока вот, условно говоря, умы человечества дошли до таких обменов, что все-таки происходит так, как есть. Но, опять же, повторюсь, на мой взгляд, будущее мостов – это технология нулевого доказательства, потому что там информация из АФБ идет, и никто больше не имеет к ней доступа, все удостоверены, что эта информация действительная. Поэтому, возможно, как раз-таки пункт А будет в одном блокчейне, а пункт Б будет в другом блокчейне, и все будут достоевны, что эта информация достоевна. Вот. Да, я соглашусь с тейком, что ZK – это драйвер, ну, скорее всего, будет драйвером, да, масса адопшена в крипте, вот. И, мне кажется, можно дополнить, да, ZK – это аккаунт аттракшн, который сейчас повсеместно тоже используется, хотя не настолько на хайпе, как будто бы, вот. Здесь есть вопросы касательно масштабируемости вашего блокчейна, лимита транзакций в вашем блоке, и планируется ли использовать IBC и интегрироваться в экосистему космоса? На данной итерации, то есть, мы, мы, то есть, как бы, мы понимаем, что у нас есть возможность IBC, пока мы ее, условно говоря, не видим для себя как ключевую, то есть, все-таки, мы хотим, чтобы наша нативная монета, да, и тот самый ликвидный инструмент, который, в принципе, у нас является центром всей нашей системы экономики, да, это XFY, он работал с более ликвидными сетями, то есть, на данный момент, да, самые там ликвидные сети, что у нас, ETH, BNB, ну, и понятно, условно говоря, там L2 решение ETH, то есть, там, Arbitrum, Polygon и так далее, вот. Поэтому пока прицел туда, пока прицел именно на EVM-совместимость, потому что EVM-совместимость нам дает все эти децентрализованные протоколы, DexC и так далее, там подобное, весь DeFi-сектор, где, в принципе, собирается ТВЛ, ключевые показатели блокчейна для привлечения аудитории и возможности дать XFY как можно больше утилитарных возможностей. Чем больше утилитарных возможностей, чем больше локинга, тем, соответственно, ценность больше, цена больше, а, условно говоря, риск того, что произойдет какой-то моментальный слив, меньше. То есть, сейчас у нас основная задача сделать XFY мега-утилитарным, мега-ликвидным и чтобы у него был именно экологичный, нативный рост за счет роста пользователей и увеличения возможностей. По поводу EVC, да, в принципе, рассматривать эти мысли, но, условно говоря, это точно не 2024 год, то есть в родмапе и вообще в стратегии развития не рассматривали, не учитываются и пока неинтересно. Вот, если коротко. А вторая часть вопроса, вот, про EVC было и вторая часть вопроса. Можешь повторить, пожалуйста, Айдан? Да, вторая часть вопроса касалась масштабируемости, количество транзакций в блоке, в вашем блокчейне, да? А вот ты уже ответил на вопрос касательно EVC и интеграции в экосистему космоса. Да, соответственно, по поводу масштабируемости и пропускной способности, то есть, опять же, мы пока ограничены самим тендерминтом. Тендерминт умещает 10 тысяч транзакций в секунду. Вот, блок 5 секунд, соответственно, в блок может уместиться 50 тысяч транзакций и, соответственно, в каждой транзакции может содержаться до 100 операций. Сколько конкретно операций может содержаться, то есть, условно говоря, здесь, опять же, зависит от того, если это будет там 50 тысяч транзакций с одной операцией, точно уместится, точно понятно, Потому что есть максимальный размер блока, да, именно по байтам. Вот, соответственно, сколько каждая там транзакция будет в себе содержать, столько, допустим, операций. То есть, условно говоря, что такое операция, то есть в одну транзакцию ты можешь запихнуть, например, 30 адресов и на каждый адрес отправить там разные монеты, разные токены и так далее. То есть, в принципе, максималка предусмотрена 100 операций на одной транзакции с одного кошелька. Поэтому, если говорить о каких-то таких пиковых значениях, максимальных значениях, которые, в принципе, допустимы, то это миллион операций в секунду. То есть, 10 тысяч транзакций, которые могут в себе содержать 100 операций в секунду. Блок у нас пока 5 секунд. То есть, есть возможность уменьшения блока до одной секунды, но все, кто тестировали, пока заканчивалось не очень хорошо. То есть, сети падали, сети не держивали. 5 секунд на Tendermint, они, в принципе, показали себя очень хорошо. Все классно, все здорово. 5 секунд. И, в принципе, пиковые нагрузки давали. В принципе, сеть держит и так далее. Вот. Поэтому сейчас нам еще очень рано говорить о каких-то пиковых нагрузках. Мы запустились. Но, в принципе, именно говорится того, что, в принципе, наверное, миллиона операций нам будет достаточно. Вот. То есть, опять же, технологии не стоят на месте, но в том моменте, в котором мы сейчас, блок 5 секунд. И в секунду до 10 тысяч транзакций мы пропускаем абсолютно точно. Вот. Каждая транзакция может содержать до 100 операций в зависимости от того, какая это операция и сколько она весит. То есть, опять же, зависит от того, в космос части эта операция происходит или в EWM. Потому что операции и транзакции, которые в EWM, они чуть-чуть побольше весят, чем космосовские. Вот. А здесь еще с учетом того, что блокчейн сразу он работает в двух частях, синхронизирует. Вот. Поэтому, в принципе, там для меня лично показатель 100 тысяч операций в секунду мы спокойно выдержим. То есть, мы грузили. Максимум, что мы достигали, то есть, своими там нагрузками, своими и так далее. То есть, 20 тысяч у нас было, улетело, все хорошо. Вот. Сейчас, опять же, будем тесты грузить, 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 грузить. И хотим как раз-таки через тесты попробовать самим свою сеть уронить. Получится, не получится. Хотелось бы, чтобы не получилось. Ну, вот такие, как бы, пиковые показатели есть. Опять же, они исключительно зависят от tender mint. Потому что, как я и говорил, мы консенсус и сетевой уровень, не трогали от слова совсем. Для этого есть tender mint, да. Мы занимаемся только кастомизацией уровнем приложений. Вот. Круто. Спасибо, Владимир, да, за твой большой спич, что поделился опытом. Думаю, нам пора заканчивать потихой. Немножко уже пишем полтора часа. Думаю, ты уже устал, и слушатели тоже. Вот. А напоследок, по традиции, хотелось бы услышать какое-то напутствие тебя слушателям. Вот. Что бы ты сказал? И за какими, может быть, проектами ты стоит следить? Какие из них реальную несут ценность, по твоему мнению? И, наверное, спросить хотел, что нас ждет на бычке? И как ты считаешь, началась ли она? Вот. Да, Айдан, здесь еще такой момент. Я помню, мы обещали разыграть призы, да. Подскажи, как это можно будет сделать, вот, чтобы не забыть. Потому что обещали, значит, сделаем. Вот, соответственно, дадим МПХ-иков. Можно будет создать кошелечек, постейкать, посмотреть, как это все работает, пощупать уже. Ну, и, соответственно, в ближайшее время, как я говорил, в рамках X5 Foundation будет открыт паблик. И в паблике все функции будут. Можно будет щупать, смотреть, будут приходить проекты, листиться, тоже их проверять. По поводу напутствия, опять же, по поводу напутствия, просто изучать, условно говоря, то, что, соответственно, здесь кто есть, условно говоря, в вашем Кайдже большой плюс, да. Потому что технология блокчейн, на мой взгляд, это реальная технология десятилетия. И она будет развиваться, и, в принципе, за ней, да. То есть это некая эволюция интернета, да, веб-3 и так далее и тому подобное. То есть, ну, до веб-3 нам еще далеко. То есть многие немножечко путают, что такое веб-3, а что такое веб-3.0. Да, это немножечко разные вещи. В общем, изучать, смотреть, любую информацию анализировать, все проверять, то есть никому там на веру и так далее. Вот. Очень аккуратно относиться к этой истории, которая грядет в CBDC. Как я и говорил, скину закон, скину главы, что посмотреть, что почитать. Очень интересно. В принципе, просто как бы учиться, 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 да. То есть саморазвитие в любом случае это круто. Это любая новая информация, это новый опыт. А весь наш опыт, он в любом случае только положительный. Потому что окраску негативную или позитивную это мы ему даем. Но любой опыт – это развитие, это расширение возможностей. Соответственно, что по поводу бычки, на мой взгляд, это такая сейчас предбычка. То есть могут еще чуть-чуть туда-сюда покачать, скорее всего. Вот. И 2024 год, опять же, как я и говорил, там готовится ETF-битка. Там, на мой взгляд, ожидается завершение каких-то конфликтов. То есть, на мой взгляд, да, 2024 год – это будет бычка. Это будет бычка. Поэтому, соответственно, я прям особо за какими-то проектами не слежу. Да, и тем более не могу рекомендовать, кроме CrossFinal. Да, мне должность не позволяет рекомендовать другие проекты. Но именно как я говорю, то есть, следить, да, вот, как мы с тобой согласились, Zero Knowledge обязательно. Потому что это такая параллельная история, очень красивая, очень классная. То есть, изучать возможности нулевого доказательства. Вот. И, соответственно, если какие-то там, условно говоря, давать, там, может быть, советы, что бычку делать, я могу сказать, что мы сейчас бычку делаем. Мы ищем фундаментальные проекты, у которых есть действительно хорошая история, которые на прошлой бычке показали, показали какие-то иксы, показали какие-то. И смотреть, условно говоря, что они сейчас лежат на дне, но торгуются в боковике. То есть, мы делаем именно так. То есть, там, условно говоря, там по 100 долларов закидывают с потенциалом, да, там 100 иксов, условно говоря. Мы так во все бычки заходим. То есть, есть крутые фундаментальные проекты, их много. То есть, можно поковырять там топ-200 корня маркеткапа, да, поизучать, что действительно есть блокчейн, есть лица, есть фаунер, да. Вот на прошлой бычке он там ху-ху-ху, больше ерда стоил. Ну вот. А сейчас он там, условно говоря, 20 миллионов, да, и монеты вообще там вне валяются. Вот такие монеты мы присматриваем, потому что если уж бычка начинается, то когда она начинается, ты не успеваешь за ней, все летит. Да, вот прошлая бычка была просто показательная, когда биток обновил свой хайв 69, там, ну, там просто там, там рынок зеленее зеленого был там. Ну, то есть, как обычно, покупали все, что угодно, вот, кто-то смотрел. Ну, то есть, именно бычку, я вот, ну, то есть, понятно, что эфир биток и еще там, например, какие-то BNB, но это очень дорого, и потенциал, что они прям сделают какие-то лютвиксы, ну, мало. А именно вот на какие-то такие, ну, то есть, кто-то говорит шитки, я не говорю, что это шитки, это есть фундаментальные проекты с фундаменталом, то есть, топ-200 CoinMarketCap'а можно поковырять. То есть, там действительно можно найти очень интересные графики и очень интересные монеты, которые сейчас прямо на дне находятся, и, то есть, там, там, на 50, на 100 долларов прикупить с потенциальным ростом, там, условно говоря, ну, бешено. То есть, одна монета из 10 стрельнет, и все, то есть, вот это вот слово, которое я не очень люблю, но оно все-таки должно присутствовать, да, диверсификация. Вот. Ну, опять же, тут каждый по своим кто-то, допустим, ну, есть у него уверенность, там, в своем проекте, он вливается в него, да. Но все-таки быть на 100% уверенным в каком-то единственном направлении нельзя, поэтому чем больше, чем больше вариаций, тем больше шансов на успех. Как-то так. А, да, по поводу бычки, я думаю, 24-й год, разворотный, и вот-вот мы стоим около бычки, плюс, опять же, если верить всем этим теханализам, если верить всем этим графикам, которые рисуются, халовыми битками за горами, а четвертый цикл бычки уже, тут, тут, по счету, начинается через 15 дней, то есть, или там через 14, то есть, именно по всем этим анализам техническим графиков и предыстории и так далее, там подобное, да, как ни крутись, равно у битка уже какая-никакая история есть, то есть, можно какой-то технический анализ проводить, искать закономерности, искать паттерны, вот, поэтому, да, там, скорее всего, бычка вот уже, вот, она вот, может быть, еще не началась, но вот, прям предбычка, предбычка, то есть, медвежатина точно закончилась. Ждем, ждем, да, вот эти вот ралли и взлета, там, капитализации к 10 триллионам, то есть, 3 триллиона было, давайте сделаем там 10 триллионов капитализацию крипты, я думаю, вполне реально, тем более монет стало больше, потенциала больше, вот, и перетекание, условно говоря, опять же, супер драйвером будет рост рынка крипты, это если все-таки доллар у нас немножечко опечалится, американская экономика опечалится и из-за американских фондов по-любому, куда все полетят, все полетят на крипту, вот, поэтому, да, 24-й год, с вероятностью 99,9%, это то, чего мы все так ждали, to the moon, ралли, бычка, как угодно, я думаю, что да. Окей, спасибо большое, да, от меня хотелось бы добавить, что всегда проводите свой собственный ресерч, Dior, как говорится, да, NFA, вот, спасибо огромное за сегодняшний стрим, за твои мысли, спасибо всем слушателям, которые пришли, послушали, задавали вопросы, вот, а по поводу призов, да, мы обязательно выберем самые интересные вопросы и вернемся с призами обязательно в чате всех, кто выиграл, кто получил, мы тегнем, вот, наверное, на этом можно заканчивать, вот, еще раз всем спасибо и пока. Да, всем спасибо, что дослушали, всего доброго, спасибо большое, на связи.